кс блин подлипает чуть приветствую зрители и подписчиков канала виолайн сегодня я расскажу вам немножечко еще раз про вот этот велосипед николай обзор есть уже на нашем канале он с херовым качеством звука тот день был нелетным когда мы приехали в крылацкой снимать обзор николай и giant поэтому я решил бегло переснять небольшой обзор опять же про этот велосипед божественный велосипед который приехал к нам очередной раз на обслуживание данном случае мы заменили сальники и вилки fox и можете посмотреть на обзор на на вилки и сейчас служить амортизатор и подвеску этого велосипеда в основном все в принципе находится в более чем достойном состоянии значит по порядку про каждый элемент этого велосипеда в том обзоре владелец велосипеда рассказывал про раму сейчас бегал в двух словах бренд николай это бренд велосипедов высокого уровня кастомного производства под заказ за бешеные бабки с высоким качеством где люди ни разу не задумываются о том что где-либо сэкономить берут реально крутые сплавы делают каждую косынку качество под раму то есть вот дает косыночки видно что они отфрезерованы для дабы снизить вес вес и снижать ну куда вот здесь вот тоже и фрезеровочка по всем косынкам пластины сделан чуть потоньше но и далее если каждый элемент это рассматривать каждый элемент подогнат один к одному идеально и все это вот бренд николай нынче эти рамы стоят примерно в районе 4000 долларов чем рассказывали тогда эта рама обошлась примерно в районе 2000 евро и обладает следующими характеристиками у нее изменяемый ход то есть за счет переставления амортизатора по вот этим отверстиям можно добиться другой характеристика работы рамы и что самое характерное можно поставить воздушный амортизатор пружины с разной длиной амортизатора с разной длиной ходы прогрессии и добиться вообще чего угодно если понимать чего мы хотим добиться то есть эти рамы такие кастомные рамы вообще созданы для людей которые конкретно шарят велосипедах и в отличие от современного мира где человек пришел купил там санта-круз и там уже все преднастроено там или какой-нибудь скот или успех и сильно не уйти с этих настроек здесь можно строить что угодно и как угодно значит как я уже успел заметить здесь 160 хода в раме и которые еще меняется плюс меняется геометрия и угол рулевой которые 66 градусов если не снять память по слову владельца значит угол рулевой здесь по тем годам 2012 года рамы это было вау как круто а сейчас это конечно не настолько примечательно но здесь полуторный стакан рулевой и существует масса рулевых компаний кинг-криг от других где можно с прямым штоком изменить угол рулевой еще на один градус не проблема и уже получится совсем агрессивным даже по современным меркам также спешу заметить что грязевые зазоры здесь сделаны просто но ура и сюда легко зайдет и 27 колесо на широкой резине не проблема сейчас стоит 2 и 3 здесь легко пролазит палец снизу точно такой грязевый зазор приличный и поэтому 27 на ширине 2 и 3 2 и 4 не проблема ну естественно 27 вилка 36 коническим рулевым стаканом тоже не проблема к словке к этой раме поэтому этот байк в принципе универсальный что в те года был то современном мире и этой раме скоро уже будет 10 лет но вернемся обратно к раме здесь кастерные подшипники о чем я надеюсь что сейчас мы снимем еще один выпуск отдельно по поводу конструктивы этой рамы как оно должно быть сзади стоит десятая ось на мощных дропаутах на реально мощных дропаутах то есть здесь ось сделана для ужесточения и так жесткой конструкции а не для того чтобы сопливые современные конструкции современных велосипедов совсем не разваливались и здесь стоит старый добрый фоксик 36 по 20 ось все это великолепие дополнено втулками крис кинг обода затр флау кстати это еще те обода которые вечно выносливые и здесь стоят тормоза хоп в 4 то есть это самая большая площадь поршня и внизу самая высокая мощность с большой колодкой который благодаря которой тормоза становится практически стоп кранами вот такую кастерную сборку естественно дополнили трансмиссии от каши мановской ик стир 980 двойник спереди 10 звезд сзади монетка ик стир переключатель ик стир ну так простенько и со вкусом ну а что делать и подсидельный штырь кс который уже несколько раз перебирался и вот он нехотя ползает и вверх и вниз заметьте межсервис интервал это у штыря значительно больше чем рокшоксовская а ценник вполне гуманный то есть если брать телескопические подсиделы то вот кс в принципе неплохой такой вот вариант карбоновый руль synthase вырезанность synthase вот такой вот достойный агрегат на эксклюзивный кастерный дорогостоящий район люблю старые добрые металлические надежные вещи как вот этот агрегат обзор которого можете увидеть на нашем канале вилайн лайф не забудьте подписаться на наш канал пишите комментарии до скорых встреч